Сейчас мы находимся на реализованном объекте в ЖК Новопечерские Липки и я экспресс-форматом вам расскажу про то, что здесь было сделано. Попробую ничего не забыть. Значит, перед вами стол, который ставил сюда не я. И вообще этим объектом я не занимался, реализация этого объекта. Этот объект был сделан как дизайн-проект без сопровождения. Поэтому на самом деле здесь очень много вещей, которые я бы не пропустил. Но тем не менее, именно неубиваемость моих дизайн-проектов демонстрируется этим объектом. Поскольку даже при том, что люди экономили на одних вещах, принимали решения в других вещах, все равно объект, как по моему мнению, вышел очень неплохо, хоть и не соответствует изначально. Итак, что я хотел бы рассказать вам. Ну, во-первых, телевизор. Телевизор, по сути, конечно, тоже размещен очень интересно. Ну, то есть, он не выдержан в пропорции рамки, что нужно было сделать с помощью некоторых мозговых активностей. По просчету, как выставить кронштейн так, чтобы телевизор был по центру, а не кронштейн был по центру. Ну, обычная вообще проблема. Ну, начнем с кухни. На кухне, на самом деле, заказчик не сэкономил. И здесь... Субтитры создавал DimaTorzok Вот на самом деле вот эта пробочая поверхность считается не такой уж и маленькой, но если бы мы сдвинули варочную поверхность, то она была бы значительно больше. Почему здесь так? Потому что так в дизайн-проекте. А почему так в дизайн-проекте? Потому что я рассчитывал на то, что будет островная часть. Ну вот такая штука. То есть завязка одного с другим и с третьим, она не соблюдена и поэтому вот так и выходит. После кухни хочу показать вам гардеробную комнату. Она на самом деле нам показалась заказчику маловатой. Мы сюда собственно отдали санузел под эту комнату, как видите. Ну и показалась маловатой и он вот поставил шкаф еще. Он конечно не глубокий, но вот такой вот шкаф у нас еще образовался при прихожей. Вот такая прихожая. Здесь на самом деле фальш-дверь и бронедверь. И на самом деле, когда закрываешь вот эту дверь, то чувствуешь, как прям сквознячит от бронедверь. То есть, ну решение такое на сохранение тепла. Здесь у нас можно выложить ключи. Ключи. Здесь у нас можно выложить ключи, бумажник, там телефон. Полочка, ну маленькая, но для таких вещей она как раз. Ну тут вы видите ламели. Ну и вот эта вот часть тоже она не по проекту, но с направлением тем самым. Тоже не глубокие полочки, которые по факту будут уже чисто для декора, либо для каких-то духов, например. Тоже как вариант. Так, ну что, здесь вот вам как бы прихожая. Так выглядит прихожая. Вот, посмотрите, я потихоньку покручусь. И санузел. Санузел. Все как надо, ванная. Ну вот тут была сложная композиция, ее не смогли повторить. Здесь была душевая кабина, здесь будет стиральная машина. Ну вот, вроде как вот так. Теперь мы находимся в спальне. Матраса пока нет, ради его же безопасности. Навесные тумбочки. Здесь должен быть камень, там должен быть камень. Сделать декоративку, притом очень такую лояльную, не грубую, не фактурную. А такую спокойненькую, интересненькую декоративку. Ну, как есть. Что я еще скажу. Ну, похожая рамка на ту, которая у нас уже была. Тумбочки прикроватные. В общем-то, ничего сложного. Здесь подсветка, теоретически, здесь можно поставить планшет-ноутбук. Подсветок локальный, выключатели проходные, ну, все как надо. Ну, в общем-то и все. На сегодня презентация квартиры в моем якобы влог формате завершена. Надеюсь, вам понравилось. Еще, кстати, забыл про вот эту люстру сказать. Дело в том, что эта люстра, ну, сделана диодными технологиями, диодными профилями. Но, ну, это якобы реплика. То есть, есть такая итальянская люстра, похожие формы. Она здесь упрощена, но она не стоит 6000 евро, само собой. Вот. Итак, ну, на этой ноте я попрощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравился этот объект. Подписывайтесь на канал, смотрите дальше мои реализации и заказывайте у меня дизайн-проекты. И вы получите красивую, свободную планировку, красивые фактуры, правильное сочетание цветов. И даже если вы не закажете авторский надзор, что я не рекомендую на самом деле, все равно ваш проект удастся. До скорых встреч, всего доброго, живите красиво.